Принц Серебряный и Мистер Экстравагантность Кто хоть раз услышал его вживую, пополняет ряды поклонников его таланта. Но на вокальное отделение Гнесинского института его приняли только с 11-й попытки. Спеть с ним дуэтом считают за честь звезды первой величины. За границей его узнают на улице, концерты проходят с неизменными аншлагами. Но в ротации отечественных радиостанций его нет. Он родился в многодетной семье и донашивал одежду за старшим братом. Уже тогда он поклялся, что обязательно станет знаменитым. И его семья ни в чем не будет нуждаться. Самым близким человеком для него долгие годы была мама. Ее смерть стала для него ударом, от которого он не мог оправиться несколько лет. Ты у меня только одна, мама. Песня твоя так же нежна, мама. Сегодня он планирует создать школу вокального мастерства, заботиться о сестрах и племянниках, благоустраивает свой родной город Пензу и до отказа забивает гастрольный график, чтобы не так остро чувствовать одиночество. Спасибо. Наедине со всеми певец и композитор Сергей Пенкин. Здравствуйте. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо большое. Присаживайтесь. А потом я одет, сначала вы. Хорошо. Спасибо. Удивительно, что, имея такое огромное количество вообще концертов, которые даете гастроли, собирая стадионы, вы, собственно говоря, не имеете ни одного звания, ничего. И, по-моему, награда-то у вас чуть ли не единственная. 1994 года овация была, да? Это единственная, да. Обидно это или бог с ним, или неважно? Вы знаете, ну, конечно, я же привыкаю, но дело в том, что наш менталитет, конечно, обидно. Хочется, может быть, это совсем не так, как бы, важно, но когда тебе дают звание заслуженного по-настоящему, то это приятно. Поскольку публичные фигуры привлекают к себе внимание зрителя такого, что обсуждают, там, концерты обсуждают, на форумах обсуждают, и всегда публичные фигуры вызывают, ну, как минимум, 50 на 50. Ваш адрес, скорее всего, найдешь совершенно другие отклики, вот, там, мы почитали немножко, не знаю, там, наш российский бриллиант была на его концерте, это что-то непостижимое, это можно только почувствовать, от его голоса аж мурашки по коже, ну, и так далее, и так далее. То есть, все время вот такой позитив, что ли, от людей. Это, вы сами это воспринимаете как некую такую компенсацию, ну, как некую справедливость? Ну, конечно, конечно, оно одно занимает другим. Вот я вчера прилетел ночью, как раз перед программой из Испании, у меня был концерт там, и было очень приятно, мало того, что тебе наши, к тебе относятся, гордятся тобой, но еще приятно было, когда подходили испанцы, и хотели фотографироваться, там, и это было очень приятно. А это верно, что ваш голос занесен в книгу рекордов Геннесса? Да. А как это вообще, процедура, происходит? Кто пришел оттуда, увиделся, услышал и сказал, этого человека надо занести? Это произошло в Канаде в 88-м году. Пошли фотографировать в Торонто с девчонками, с Валерей Те, вот так как мы были одеты, ярко. И к нам подошел один человек и спросил, говорит, а вы откуда? Мы говорим, из СССР. Говорит, не может быть такого. Я показал паспорт, и он удивился. Он думал, что, наверное, мы должны быть с балалайкой. И с медведем, как минимум, рядом на цепи. Да, но получилось так, что нас потом, когда увидели, я что-то там еще импризировал, стал петь с девчонками, они танцевали. Говорят, а вы можете завтра выступить в группе Rolling Stones в одном клубе? И так вот нас показали, и пошло это звание. Принц Серебряный. То есть очень долго. Вот, знаете, некоторые там свои какие-то легенды придумывают. Мне легенды придумывать не надо, у них столько можно, столько книг писать, что даже, наверное, не хватит места, сколько все можно писать. Верно ли, что вы считаете, что не только актер должен быть одет на сцене празднично, но и если зритель идет на ваш концерт, то желательно, что он бы тоже соблюдал некоторый дресс-код. Да, мне бы очень хотелось писать даже на билетах, чтобы люди соответствовали. Знаете, у меня иногда даже была мысль, что мне накупить несколько костюмов, возить с собой. И раздавать тем, кто... И раздавать тем, кто... Да, чтобы они одевались. И мне хочется, чтобы женщины были в вечерних платьях. Мне сейчас, например, не нравится, когда в театр ходят особенно женщины в брюках и в куртках. Мне хочется, чтобы это было как в Испании или в Италии, потому что даже женщины лет под 70 идут в чулочках капронных черных, в юбке чуть ниже колена. То есть потому что ваш концерт, или вообще любой концерт, это праздник. Это некое такое событие. Помимо того, что я с собой вожу две фуры света и звука, я еще вожу с собой парфюм, который специально у меня распыляют люди в зале, для того, чтобы вот пришел человек, и он уже почувствовал это вот, это наслаждение. А как, из чего его распыляют-то? Ну, прямо из флаконов. Я сам создаю парфюм свой, мне очень нравится. Я вот... Да-да-да, вот про вас... Больной на двух вещах. Это обувь и парфюм. А парфюм-то, как вот на нем можно рехнуться? Что вы делаете? Как его... Смешивать надо. Если, допустим, больше добавляешь масел, то он более теркий, он становится более как арабский запах. А вы берете уже готовый какой-то парфюм и в него что-то добавляете? Или полностью? Я когда во Франции был на фабрике, делал свой парфюм, то есть специально как орган стоит очень много маленьких масел, стоит, и ты по миллиграммам наливаешь и добавляешь, вот чуть-чуть перелил, и уже запах уже другой. Или больше масел надо больше, или больше спирта добавить. То есть вы, собственно говоря, всегда... Мне очень это нравится. Пользуетесь собственными духами или нет? Или все-таки некоторые предложения рынка вас тоже устраивают? Ну, я люблю более... Необычный запах, который нигде нет. Я люблю все... Вообще все необычное. Вот все против течения. Вот все мне нравится такое, чтобы было не как у всех. Вообще, вот человек, который двинут на запахах, мне кажется, что это какая-то немножко другая картина мира. То есть как-то... Может быть, а музыка-то мы все же ненормальные. Нормальный человек не может создавать гениальные вещи. То есть я не говорю о гениальных вещах. Просто я, мы все музыканты, артисты, мы, конечно, другого мира. Немножко ненормальное. Вы выросли в многодетной семье. Вы были пятым ребенком в семье. Семья у вас была достаточно... Ну, бедная, можно сказать. Наверное, так и назвать вещи своими именами. Малообеспеченная. Папа работал машинистом. Мама... Вот я вычитала, что она была уборщицей в храме. Да, так и было. С тех пор я ходил в церковь, слушал песнопения наше в церковь, то, что происходит. И потом на этой почве, когда я потерял родителей, то есть они как бы ушли, потому что я поздний ребенок был, я в их честь построил церковь в Пензе. И мне вот так вот захотелось, чтобы сделать это, увековечить своих родителей. И плюс еще вторую церковь. Я занимал деньги, вторую церковь построил, подарил городу. А вот это желание быть не как все, и при этом... Оставаться человеком? Нет, нет, нет. Оставаться человеком, я думаю, что это возможно. Но при этом вот расти в такой густонаселенной квартире, три комнаты, 11 человек, пятый ребенок. Это здорово, знаете. То, что я рос в нищете, ну не то, что прям совсем в нищете, но так, что не было холодильника телевизора в доме, когда там сетки мы там перекидывали за окно, да. Вот. И я хочу сказать, что мы все равно были более счастливыми. Я счастлив, что у меня были такие замечательные родители. Если была бы такая возможность, я сейчас бы вот все бы отдал бы, только чтобы были живые родители. То есть я бы желал бы всем таких замечательных родителей. Потому что сейчас немножко поменялось отношение людей. Я не понимаю, когда люди начинают там делить с родителями что-то, говорить про родителей еще что-то. Для меня это просто вот запрет. Родители это святое. То есть тебя воспитали, ты должен делать так, как тебе сказали родители. То есть ты не можешь по-другому говорить, открывать рот, когда тебе говорят родители, что нужно сделать так, так и так. Потому что люди прожили какую-то жизнь. Не может яйцо учить курицу. Учить курицу. Вы на своих концертах очень часто выходите в зал и работаете в нем. Вы знаете, публика всегда, зрители чувствуют это. Насколько ты к зрителям относишься, настолько зрители будут чувствовать себя. Потому что они чувствуют фальшь. Тебя будут любить и уважать больше, нежели ты будешь сидеть в лимузине в каком-то. Будет корона на голове. А когда тебя, ты более проще, как был Возьмир Высоцкий, любили, легенды остаются, столько всего о нем хорошего и теплого. Я считаю, что это здорово. То есть вы же свой. Ну да. Давайте послушаем Ксану Сергеенко, вашу, в общем, приятельницу, наверное, уже теперь можно сказать. АПЛОДИСМЕНТЫ Была такая ситуация, вот когда мы ездили в тур по Крыму, и вот переходя на пароме на Крымский полуостров, конечно же, все узнали Сергея Пенкина, начинает собираться вокруг, и он без никаких, без никакого вообще пафоса, без ничего, начинает просто со всеми общаться, спрашивать, как дела, как у вас жизнь, что происходит. И вот это, наверное, качество, такая человечность и безграничная расположенность к людям, это одно из первых и самых главных качеств Сергея. Когда мы были в аэропорту в Симферополе, вот он заходит с большой охапкой цветов, да, с концерта всего, и тут дети стоят, которым там 12-13 лет, казалось бы, ну, Сергей Пенкин не их как бы поколение, да, и тут я вижу, что эти дети все шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу. Смотри, Олаф, это Сергей Пенкин, это он! И просто вот этот весь аэропорт с детьми начинает просто бежать к нему. Это было очень потрясающе просто, что это поколение знает, ну, такого артиста, это просто супер. Он очень любит людей и детей, и для него внимание, он как ребенок сам становится, и, можно сказать, купается в этом счастье. Если бы я не был певцом, то стал бы... Дизайнером. Если роскошные ботинки мне жмут... Буду терпеть. На какую геометрическую фигуру я похож? Это и вольно. Сергей Пенкин. Вы славитесь тем, что вы достаточно прямолинейный человек, и иногда вы говорите, что нашу русскую попсу вы не любите. Ну, вы знаете, я воспитываюсь на другой музыке. Потому что мне бы хотелось, чтобы больше, скажем, продюсеры делали деньги на талантливых людях. Я понимаю, что всем нужны деньги, но на человека, который поет 2-3 ноты, петь не может. Мне становится ужасно. Я понимаю, что меня называют серым кардиналом, меня вроде бы нет, и я есть. Но я никогда не хочу льстить бездарному человеку. Я люблю талантливых людей на сцене. И именно поэтому вы, может быть, не так сильно признанный, не так много имеете ротации на радио. Ну, вы знаете, я вот не такой, ой-си-си-пуси-пуси. Я не могу быть таким. Резкий вы. Ну, не то, что резкий. Я справедливый, наверное. Говорите, что думаете. Ну, так как оно есть. То есть я не придумываю какие-то там вещи. И наплевать, что это может вам помешать в карьере. Потому что помешать вашему общению со зрителем ничто не может. Ну, как можно помешать человеку, если человек действительно бездарный? Как можно сказать, что он хороший? Ну, промолчать. Ну, да. Например. Дипломатически. Там, например, все говорят, ой, как у нас все так гениально. Этот гениальный, там, у нас все гениальность, у нас эстрада становится, там, скажем, на том уровне, которым должна быть, там, европейская эстрада. Я сейчас смотрел, опять, в Испании, там, музыку, там, музыка, музыка. У нас все какое-то, вот, ну, не знаю, вот, хочется, чтобы был, опять же, худсовет, как раньше было. То есть вы скучаете по советским временам? Нет, не то, что по советским временам, но есть какие-то пределы разума. Но нельзя опошлять сцену. Я считаю, что все-таки надо придерживаться каких-то рамок. Что заставило вас согласиться на проект один в один? Это же командная игра, а вы такой, в общем, ну, единичный экземпляр. Ну, я не очень был, как бы, это мне нравилось, потому что мне просто хотелось, как бы, чтобы меня зрители увидели. И благодаря этой передаче, те, кто меня не знал, узнали еще больше меня. Угу. Вот вам часто там ставили в упрек или просто констатировали факт, что не очень у вас получается перевоплощаться, потому что вы остаетесь сами собой. Вы знаете, когда делает такие кто-то замечания, мне хочется сказать, а вы встанете на мое место, попробуйте вы сделать. Если человек критикует, значит, он должен чем-то доказать это, сам это сделать. Но вы своим участием были довольны? Не очень. Не очень? Почему? Ну, мне хотелось сделать, там, скажем, Зыкину. Я знал, в чем я сто процентов сделаю какие-то песни. Вы спели дуэтом и с Питером Габриэлем, и с Сарой Брайтон, и с некоторыми... С Тут Кутонио с Дэмс Руссом, с Боджошем, с Марк Алманом. Будучи сами собой, вот вы ухитрялись, так сказать, соединяться в дуэте с довольно мощными фигурами. Это тоже трудно или нет? Или это совсем другое дело? Вы понимаете, какое дело? Труднеть с нашими артистами, потому что фермачи, у них сразу идет тепло и радость какая-то. У наших заходит сначала пафос, а потом уже все остальное. Я люблю, чтобы люди оставались людьми. Еще одна замечательная певица, которую вы спели в дуэте, это Роза Рымбаева. И мне кажется, у вас чудесный был дуэт. Давайте послушаем ее, что она вспоминает на эту певицу. Человек, он независимый. Своими определенными своими принципами. Человек, который занимает особое место в нашей российской эстраде. Именно своим неповторимым голосом, своим особым дарованием. И, конечно, это яркая индивидуальность. Его повторить невозможно. Сережа, мы тебя очень любим. Мы тебя ценим как певца. Я в данный момент говорю и как коллега, и как слушатель. Никогда не унывай, не сдавайся годам и не поддавайся всяким трудностям. Я думаю, что ты все это выдержишь, потому что ты до сих пор идешь только по своему направлению, по своей дороге. Ну, это приятно. Это правда приятно. Вы родом из города Пензы, и вы оттуда рвались уехать. Вас влекла Москва как некая вот, вот где жизнь. Вы знаете, нет, ну, так получилось. Я бы даже, если у нас был хороший международный аэропорт, хотя у нас аэропорт очень красивый, и летают все там 2-3 самолета в Питер и в Москву, если бы был бы, ну, полумеждународный аэропорт, скажем, летать в те страны, в те города, где гастроли, я мог бы жить в Пензе. То есть Москва не была обязательным условием? Нет. Еще такой трогательный вещь. Вы сказали, что вот когда ушла ваша мама, вы сказали, что у вас есть мечта, что если вы уйдете из жизни, то быть похороненным рядом с ней. Да, конечно. Потому что в Москве вы затеряетесь, а там вы будете единственными. Совершенно верно вы сказали, потому что в Москве много артистов, и к ним уже привыкают, там целое кладбище. А в Пензе я буду национальным героем. В Пензе мне будет комфортнее, потому что меня будут там ценить. А ваши родители были уже не очень молоды, когда вы появились на свет, вы были таким поздним ребенком, да? Ну да. И даже в каком-то смысле можно сказать, что отношения ваши больше были похожи на отношения бабушки и дедушки? Ну, в принципе, да. Но у меня родители были фронтовики. У меня по маминой линии дворянская кровь, у меня бабушка родилась в 1896 году. Невероятно, да. Долгожитие какие-то. А какие отношения были и с мамой, и с папой? В связи с этим. Потому что обычно к поздним детям относятся вообще невероятно нежно. Очень с большой душой. Меня даже иногда ревновали мои старшие, да, сестры, братья. Вот я хочу сказать, что я настолько был, ну, не знаю, настолько мне было тепло, комфортно с родителями, для меня были, как, я не знаю, старшие братья, как друзья. Я мог обо всем делиться. То есть, не знаю, вот я бы пожелал таким родителям, вернее, таких родителей каждому из нас. Потому что это вот... Ну, это здорово. Семья, мам, папа, сестры, гордятся и гордились вот вашими успехами? Были ли потрясены, может быть, тем, что, ух, ну, куда же наш Серега вырвался? Я не знаю. Как-то, наверное, спокойно, потому что у меня и брат хорошо пел, и сестра хорошо поет, и вторая сестра неплохо. Ну, для определенного круга, не на профессиональной сцене, потому что, если так, надо с ним заниматься-то вокалом. Вот, ну, не знаю, потому что мы с сестрой поспорили, что я сказал, что я все равно в Гнесинку попаду, поступлю, потому что я поступал. В 11 раз поступали? В 11 лет поступал, да, подряд. А чего они вас не брали-то? Ну, наверное, связи не было. Да? Так думаете? Ну, мне кажется, не все в Гнесинку только по связям поступают. На 11-й год вы тоже, или вы со связями уже поступили? Понимаете, я благодарен Наталье Зенеону Андрианову, которая выпустила очень много артистов, и ту же, кто Полина Гагарина, которая была на Евровидении. Я хочу сказать, что Наталье Зенеону Андрианову, благодаря... Я когда пришел к ней, познакомился, там целую историю, очень долго надо рассказывать, я говорю, что там не хватит томов писать. Просто она пришла, вернее, я пришел к ней, она сказала, говорит, Серега, а что с тобой заниматься? Ты готовый певец. Но все равно же нужно было... Ведь есть бриллиант, его уже надо как-то... Огранить? Да. Сделать какую-то огранку, и поэтому все равно с каждым человеком надо заниматься. И поэтому, когда я уже благодаря ей поступил в Гнесинку, все получил пятерки, упал в обморок, меня в скорую помощь повезли домой. А чего упали в обморок? На нервной почве. Что, поступили? Ну да. У меня все пятерки были. То есть 11 лет брали эту крепость. И вы знаете, я хочу сказать, что я даже нисколько не жалею то время, когда работал дворником, потому что я танцевал на брэк-дэнс нижний, катался на скейтборде, что у меня там и Егор Кончаловский мне помогал двор мести. Там целая история. Там много такие были люди, и поэтому я считаю, и сейчас, которые... А это вы работали дворником тогда, пока не поступили в Гнесинку? Да, ну, нужна была прописка. Вот эти 11 лет нужно было как-то перебиваться и цепляться за город Москву. Здесь вы выступали в ресторанах и одновременно, значит, работали дворником. Но мы обязательно вернемся к этому времени. А сейчас, пока давайте послушаем вашу сестру Раису, как она вспоминает о вас, каким вы были раньше. Ему было всех жалко, всех кошек, всех собак. Он хотел котенка домой привезти, мама запретила. Он сидит на крыльце, плачет. Я его стала успокаивать. В общем, так, любил он животных. Брат его взял в школу к себе, не с кем было оставить. Мама на работу пошла, и он его к себе в школу взял. Ну, его девчонки любили, он такой интересный был. А взрослые, и вот они, значит, «Сережа, иди к нам за парт». Потом, значит, другая зает, «Сережа, чисто». Он туда. Ну, он ходил, ходил по классу, что он сам себе хозяин. Учительница такой, ну, уже надоела все это. Она говорит, «Сядь на место». Он говорит, «На место, на место». Я что, собака, что ли? Мне еще понравился его поступок. Мы только купили после армии ему одежду новую. И он ехал в автобусе. И сгорелся автобус. И они с водителем, все выпрыгнули из автобуса, они с водителем вдвоем тушили пожар. Он пришел домой с одним воротником от культа. Очень отзывчивый. Он не обижает в финансовом плане ни племянников, ни сестер, никого. Очень щедрый, добрый. История про автобус. Горящий. Ну да, там сгорелся автобус, из автобуса выскочили. Я снял себе куртку, начал тушить этот пожар. А вы... Я как бы не думал ни о чем. Помочь, потому что надо. Ну, еще, конечно, еще кровь кипит. Сколько там, 18-20 лет. В самом страшном сне я... Боюсь потерять голос. Что важно для артиста, кроме таланта? Энергетика. Работая дворником, я понял. Что, я неплохой дворник? Сергей Пенкин. А вот верно ли, что вы в Афганистан просились? Да, просился. А что такое? Геройство хотелось? Ну, я в свое время, когда служил в армии... Когда еще в армию не пошел, смотрю, там вот Лещенко поеду. Лев Лещенко, как здорово. Там через армию его заметили. Пригласили, думаю, надо пойти в армию, чтобы, может быть, через армию я там в ансамбль Песлипляски куда-то подал. Ну, то есть такие вот какие-то были детские мечты. И казалось, что если Афганистан, то тогда уж тем более заметно будете. А в Афганистан я просился. То есть те, кто просились, написал заявление, кто хотят в Афганистан, их не взяли. А те, кто не просился, их взяли. Поэтому я не попал. Вы вот держите такую, так сказать, опеку, я бы сказала, над всей своей большой семьей. Ну, правильно так и должно быть. Вы же младший. Ну, все думают, что я как-то не выдержу. Знаете, когда человек рос в таком окружении всегда ласки, нежности, что я буду, наверное, слабым. А оказался наоборот, я оказался сильным. А почему вы считаете вот таким своим, ну, что ли, Обязанностью, да? Да, обязанностью, да. Ну, а кто поможет, если не я? Они же мои близкие. А вы не боитесь, что там даже родственники могут злоупотреблять, что ли, вот такой вот уверенности в том, что всегда можно к вам обратиться? Нет. Нас воспитывали очень в таком строгости, в жесткости. В то же время у меня мама была как Васса Железного, такая, с сильным характером. Поэтому у меня были случаи, когда я во дворе, у нас четыре хрущевки, пятиэтажки, во дворе был стадион и песочница. Я увидел там машинка лежала, принес ее домой. Мама говорит, где ты взял машинку? Я говорю, мам, я нашел в песочнице. Она говорит, отнеси туда, пока тебя с лестницы не спустило. Где ты взял? Не ты положил, не ты возьмешь. То есть не имеешь права. Это называется воровство. Вот так воспитывали меня, поэтому... АПЛОДИСМЕНТЫ Эта квартира, в которой вы выросли... Она музеем осталась, она так и есть. Музеем, но не вашим? Нет, зачем, что это за... Это будет какой-то... Чтобы моим музеем еще рано, пока моим музеем еще не служил. Так, а что музей детства вашего? Это сделано... Я купил еще одну комнату, стал четырехкомнатной. Хрущевка. Сделал большую студию. Из другой квартиры сделала спальню. И из мамы с папой спальню оставил вообще... Даже ремонт не делал. Что как есть, там медали висят у папы, там все. То есть дом, в каком сохранился. И когда я приезжаю в песочном гастроле, мне говорят, в какой гостинице будет жить? Я говорю, нет, я жить буду в родительском доме, в квартире. Поэтому... АПЛОДИСМЕНТЫ А почему эту комнату не тронули? Там, чтобы запахи остались? Запахи, воспоминания, все это. Их вот мебель та, которая была. Мы в свое время, конечно, сделали глупость. У нас был очень хороший сервант, наверное, от бабушки остался. И там была Екатерина Великая, потом Ангелочки, вот очень красивая, старинная была. Мы просто кинули на помойку и сажигали, представляете? Ой, очень многие выносили, да, массу всякой красоты. И не сжигали, а истинные ценители подбирали. А когда я, моя сестра Валя, старшая, это младшая Рая, спросила, типа того, что мы можем восстановиться родословность, то есть дворянская кровь, то есть какой-то родословности, мы вам говорят, вам сделаны документы, она не движется, можете не рассчитывать. То есть вот у меня есть этот документ. Но, в принципе, это мало того, что играет, человек должен просто оставаться человеком, вот и все. Хочу поговорить о вашем гардеробе, Сережа. Значит, ходят слухи, что когда-то в вашем гардеробе насчитывалось около 2500 костюмов. Вы знаете, я сейчас не считаю, у меня их столько и новых, и старых. И половину я дал в детский дом, потом в какие-то еще... Вот таких вот красот в детских домах? Ну, понимаете, там есть какие-то праздники, занавес отдал, то есть там, ну, какие-то вещей я просто вот отдал, потому что потом их, может, там, перешивают, еще что-то делают. А в то время вообще было сложно, ткани не было, хороший там бархат, там, не знаю, не все же блестящие, есть какие-то и другие костюмы или ткань интересная, которая может на что-то сделать. Верно ли, что вы сами, в общем, разрабатывали свои костюмы? Да, конечно, да. Это... Откуда такая страсть-то проявилась? Как вы поняли, что вы... Я же в ритте работал. Ага, ну, я предлагаю вам вспомнить то время, когда вы проявились как дизайнер костюмов и одежды и вообще всяческих аксессуаров, в чем были в единственном роде, я бы сказала, такие... Пионер, да. Да, да, да. И хочу предложить вам украсить одну такую истинно русскую вещицу. О-ля-ля, вот этого я не ожидал. Не ожидали? А вот смотрите, нам тут с вами предлагают... Что можно было бы с этого сделать? Смотрите, здесь, в принципе, у нас с вами есть вот такие вот чудесные булавочки, булавочки, которыми можно начать... А в чем, наверное, валенки? В чем ничего другого? А что бы вы хотели украсить? Вот мы подумали, что валенки... Вот лежит белый валенок, казалось бы, а вот раз, и на него какие-нибудь прекрасные пуговки. Сделаем по-другому. По какому? Блезки тоже будут сегодня интересны, тоже вчерашний день. А мне кажется, прекрасно, не знаю. Я считаю, что нужно будет... У меня будут звезды валенки. Ну, что бы я бы сделал? Давайте, рассказывайте. Я делаю вот вчерашний день. Я сегодня делаю. Немодные валенки делаю я. Ну, мне кажется, прекрасно, не знаю. А, кстати, вот был у вас период, когда вы работали дворником. И говорят, что была у вас какая-то потрясающая тусовка в этой вашей дворницкой. Ой, кто у меня там... Кого у меня там только не было? У вас там фактически клуб был, тот самый, который вы хотите и сейчас осуществить, чтобы... Жанна Агузарова. Все туда приезжали. Ирина Отева. Дочерь Ансимировна, Ольга Семенова. Сын Никиты Михалкова, Стелпин Михалков. Что делали там? Почему они все к вам съезжались? Что у вас там? А потому что раньше никаких клубов не было. У меня был пианино, я где-то нашел на помойке. Мы его настроили. Я его покрасил в красно-белый цвет. Так. Ставил зеркала, свечи. А потом... И была вечеринка. Была вечеринка, мы, да. Ежедневная. А утром, я сказал, все поднимайтесь. Ну, кто там сидел, кто играл там на пианино, там, притом еще была коммунальная квартира. Я говорю, теперь все встали и пошли подметать или там чистить снег мне. Вот и все. То есть вы хитро устроились. То есть вместо того, чтобы одному махать метлой, вы, значит, организовывали толпы на это дело. Нет, они же сами ко мне шли. А что у вас был за дизайн вашей дворницкой, которую вам выдали? Это обычно такие почти заброшенные дома давали дворникам. Я помню, у меня вот тоже... Ох, ничего себе. То есть вы просто центровой парень были. Жили в самом центре. Блатной дворник, да. Да, блатной дворник, значит. Егор Кончаловский вам махал метлой. Жанна Агузарова... А вы сами-то подметали или нет? Или вы в сторонке... Мол, ребят, давай, давай! Там не завели! Или как это было? А я как недавно Егора встретил. Он говорит, я сейчас вспоминаю, говорит, это время. И, знаете, когда... А у меня же были сначала перчатки, а потом рукавицы. И я когда пришел в гости к Кончаловскому, к Егору, не помню, ни то Никиты, ни то Андрон, меня спросили, говорят, а вы кем работаете? Я говорю, я дворник. Я дворник. Нет, я понимаю ваше хобби, а кем вы работаете? Потому что у меня не было ни мозоля, ничего. Потому что я всегда отвелась в перчатки, сверху рукавицы, поэтому никогда ничего не было. Но потом, когда я уже стал работать в ресторанах, конечно, я стал получать деньги. И я получал... Должен был 90 рублей в месяц получать, получал 50. Но когда в ресторанах, там, через два года, 84-м, я стал работать в дворниках в 86-м, меня пригласили работать. Опять же Наталья Зиновьевна Андреяновна говорит, сходи в рейте, возьмут, возьмут, не возьмут, не возьмут. И я, значит, прихожу, меня, значит, взяли, первые дни я там получаю 10 рублей, стал 35 рублей. Вот. И стал уже нанимать трактор, чтобы мне трактор почистить. Я уже там доделал остальную. Вы знаете ли еще такого дворника, который нанимает трактор? То есть вы были дворником для того, чтобы была прописка. Правильно я понимаю? А у меня еще был случай, когда моя знакомая девочка говорит, Сережа, ты можешь, говорит, прийти в ресторан? Там, я говорю, будет день рождения гулять. А мы вместе с ней, она танцевала, я пел. Я прихожу, там директор ресторана говорит, чего тебе надо? Я говорю, я вот пришел к девочке на день рождения. Да? Что ей передать? Я говорю, передайте, пожалуйста, Сережа пришел, Пенкин. Он говорит, кто? Я говорю, Сережа Пенкин. Он говорит, иди сюда. Я так испугался. Петь будешь? Я говорю, ну, буду. Я, значит, спел, а там полетели сразу деньги на сцену. И в валюте, и в нашей, и в западной. Он мне говорит, я тебе буду, я спел, он говорит, я тебе буду платить 50 рублей за вечер. Я говорю, 50? Он говорит, ну, 100 рублей. Я говорю, 100? Он говорит, ну, 150, не хами. А я-то в удивлении просто был. Думаю, ничего себе, такие деньги. Он говорит, ну, 150, не хами. И стали вы зарабатывать 150 и нанимать трактор для уборки. Да. Хорошая история, Сергей. Сергей, а голову вам не снесло вот на почве того, что вот у вас такая тусовка собирается прекрасно? Деньги рекой. Нет, абсолютно. Вы знаете... Бандиты, опять же, рядом. Ну, все это было знакомо. Да, в 90-е. Я хочу сказать, что... Интер-девочки. Всегда меня в жизни как-то судьба подтягивает. Нормально-нормально, потом раз тебя так в чем-то, чтобы ты должен понять, что... Хорош. Остановись. В форме. Не то, что остановись, а в форме, ну, как сказать... Чтобы жизнь медом не казалась. Так, это как это? Как она вас останавливает, чтобы жизнь медом не казалась вам? Ну, теме, вот опять же, мы говорили, там, допустим, ты вроде столько лет работаешь, да, там, то нет у тебя там звания. То там еще какие-то там... Ты не участвуешь там в песне года или еще каких-то, вот, понимаете. Поэтому я, в принципе, уже в последнее время уже как бы к этому спокойно стал относиться, потому что я считаю, что самое лучшее, есть у тебя звание, нет, это неважно. Самое лучшее, что у тебя есть зрители. Когда не будет зрителя, тогда будет страшно. Хоть 10 раз будешь на песнях года и на каких-то там мероприятиях, а если зрителей нет, то ты уже все. Не зря я вам зубы заговаривала, пока Сергей приготовил. Вот, мне кажется, абсолютно такой вот вам подстать. Куда-нибудь звездный валенок. Как вам такая? Вы знаете, ну, у меня вот так вот. А у вас оригинальный дизайн. Я просто не могу никак... Ну, если бы... Расскажите. Расскажите, что вы делали. Ну, если бы были бы шипы, можно было бы уклеить здесь шипами. Так. Ну, в первую очередь, я бы сделал бы, наверное, взял бы спрей и покрасил бы их в черный цвет. Валенки? Да. Ага. Чтобы шипы были металлические и прям по всей сделал красивые шипы. Ну, валенки есть, просто черные продаются, их можно не красить. Ну, примеры, чтобы знать, можно было каши сделать. Значит, шипованные валенки. Такой вот вам, ваше предложение. Ну, а я так тупенько в звезды сделала. Нет, ну, тоже неплохо. Тоже неплохо. Если я окажусь в черно-белом мире... Сделаю его цветным. Человеку всегда нужен тот, кто будет... Тебе помогать и понимать себя. Что я люблю делать дома? Спать. Сергей Пенкин. Про ваш дом в Подмосковье вы рассказывали, как-то туда часто приходят ваши друзья, те, которые или даже вместе с ними приходят люди, которых вы не знаете. И вы при этом стараетесь, чтобы всем было комфортно, хорошо. Но также известно, что довольно часто в вашей жизни происходили такие ситуации, что вас обворовывали. Ну, это было в квартирах, да. Поэтому я сейчас охрана. То есть вы человек доверчивый? Вы надеетесь, что если люди переступили ваш порог, значит, они должны быть порядочны по определению? Ну, конечно, если ты открываешь свои двери своего дома. Но это говорит о том, что, знаете, вот почему, говорят, глаза – зеркало души. То есть в 18 лет ты там бесшабашно гуляешь, там, э-э-э-э, дискотека, там, то есть в 28 лет ты стараешься же думаешь, ага, какая у тебя должна быть семья, что там нужно сделать, ты что уже по-другому. В 38 по-другому, там, в 50 по-другому. А у меня всегда такие же глаза, и всегда вот меня обворовывали, то есть я должен обозлиться на жизни. А я все равно становлюсь таким, какой я есть. Значит, так должно быть. Значит, ну нет, и поэтому… И бог им судья? Ну да. То есть вы даже не пытаетесь это понять, кто это, что это? Я просто знаю в жизни, а потом узнаю, что те, кто меня в жизни обижал, и потом сполна попадают. Боженька все видит. Поэтому я хочу сказать, что… Может, и возраст даже не сказать, потому что я могу себя настолько так вести, что, наверное, не по возрасту, я могу гулять, закончить концерт, я могу поехать в ночной клуб, повеселиться. Я люблю, чтобы у меня всегда была музыка, я даже ложусь с музыкой, чтобы у меня всегда был такой релакс. Потому что некоторые артисты, наоборот, не хотят выключить музыку, еще там водитель рассказывает. А я вот прихожу, мне хочется погулять, я хочу чувствовать жизнь и сейчас. То есть жизнь для вас – это праздник? Конечно. Это все время какой-то такой праздник? Мы не знаем, что с нами будет завтра. Вот есть такая ваша цитата. Вот заканчивается концерт, стоит очередь в гримерную за автографом, все хотят сфотографироваться со мной, прикоснуться, а потом все резко обрывается. Вот тогда я ощущаю пустоту и тотальное одиночество. Жуткие ощущения. То есть… Ну мне не хочется ехать в гостиницу. Ты приезжаешь в гостиницу, закончился концерт, а у тебя настолько такой прилив силы и энергии, если все время, он сейчас, кажется, адреналин, то все равно хочется пройтись, посидеть в кафе, вот просто так вот взять, я не знаю, взять бокал вина или просто чаем, посидеть с музыкантами, с своим продюсером пообщаться, поговорить, что в концерте мне не понравилось, потому что мне никогда концерт не нравится. Даже вот смотря там, допустим, у тебя есть концерт, продались билеты, дополнительный концерт, опять же аншлаг, ты приходишь в гримерку, у тебя истерика. То есть ты вот недовольна собой. Мне говорят, ты что, с ума сошел? У тебя все так вот здорово. А ты все равно контролируешь себя. Вот тебе делают комплименты, у тебя в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Ты должен себя контролировать, потому что надо идти дальше, к вершинам. Потому что если ты будешь говорить, ой, я такой хороший, мне столько комплиментов делают, ну и все, на этом жизнь закончена. В данном случае вот эту цитату я привела в пример, потому что мне кажется, что она говорит о каком-то страхе остаться одному, вне работы, вне даже музыки звучащей. Вот люди уходят, и как будто тут же одиночество встает перед вами. Ну да, это правда. Даже вот Раневская говорила, что когда она выходит на сцену, она живет. То есть вот даже есть какие-то болезни, когда там что-то там какие-то у тебя есть свои, какие-то там, то спина, то еще там что-то, то ты там не в форме. Но все равно ты выходишь когда в зал, все. Ты же зал не видишь. Потому что некоторые, когда вот идут там, допустим, прожекторы раз в зал, все начинают там выключить, там переключить им, неудобно. А посмотрите, сколько на тебя света на сцене, и ты вообще не видишь зал, ты его только должен чувствовать. Когда-то вы сетовали, что вот вы ищете человека, которого можно по-настоящему полюбить, и ищете человека, который по-настоящему полюбит вас, добавляя, что пока вы видите, что многие любят ваши деньги. Ну, вы знаете, даже может кто-то деньги, кто-то может быть тебя как личность. Наверное, такого человека надо было любить тогда, когда-то был никто, чтобы тебя ценили. Была у меня там подруга англичанка, но так как-то не сложилось, когда еще работал дворником. Потому что обо мне очень много статей писали за рубежом, потому что во время пристройки вдруг такой дворник поющий, там туда-сюда, и было очень много. Почему меня на западе больше народу знает? Так вот оттуда все начиналось. То есть любовь тогда не сложилась, и так и... Ну, так. Так вы и не нашли ничего подобного. Вы даже в каком-то из интервью, может быть, как-то сгоряча сказали, что тем не менее надеетесь, и единственное, о чем сожалеете, что у вас нет детей, но надеетесь, что это возможно. Так и есть? Всегда возможно. У нас есть люди в 70-80 лет, как бы, получается все. Ну, бывает, иногда можно сказать просто для красного словца, мол, ну да, всегда возможно и прочее. Или вы в самом деле рассчитываете, что... Я думаю, что а вдруг. Я всегда надеюсь в этой жизни. Если не надеется, то зачем там смысл жить? Если ты надеешься, ты стараешься там то-то, то-то, есть какие-то мысли, есть какие-то у тебя идеи в жизни. То есть ты идешь все равно, ты живешь. Если вы говорите, что вот ваши глаза, они не меняются, несмотря на то, что, так сказать, годы идут, что и в молодости вам хотелось на дискотеку, и по сей пор вам хочется, так сказать, зажигать. А в чем перемены возраста с вами тогда происходят? Ну, как у любого человека появляются какие-то болячки свои. Только в этом. А вот в переосмыслении каком-то. Морщинки. Морщинки у нас тоже? Всех? Ну, я не знаю. Я люблю жизнь. Я люблю ее вот всю. Настолько она есть. И ценю каждый день. Мы начали с того, что зрители ходят на вас и на ваши концерты, несмотря на то, слышат они вас по радио или не слышат, видят они вас по телевизору или не видят, читают ли они о вас в прессе или не читают. Это ситуация неизменна. Как вы думаете, почему вас так любят? Наверное, это пришло с годами. Как говорят, сначала ты работаешь на зрителей, вернее, сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. Я, допустим, буду петь под фонограмму одну и ту же песню там, и человек не растет. А когда ты живьем поешь, зал чувствует это, потому что ты кексанул где-то там, хрипанул где-то, и народ это все прекрасно понимает, зрители. Сегодня ты так спел эту песню, завтра ты так спел. Сегодня там, допустим, спел «Я вас любил, любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем». А завтра ее добавят «Я вас любил, папу дэббол, так искренно, так нежно, так дай вам Бог, любимый быть, Юльчелла, другим». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Программа подошла к концу, и мы подошли к самому приятному моменту для меня. Я ужасно люблю этот момент в нашей программе, когда мы дарим... АПЛОДИСМЕНТЫ Юля, а вы не выдались случайно? Я нет, нет. А, все, все, я достала. Нет, что интересно, потому что я тоже еще люблю делать подарки. АПЛОДИСМЕНТЫ Я сегодня так... Я просто так хотел поспать, потому что я ночью прилетел из Испании, и я хочу сказать, что я просто вот летел, хотел еще к цветам... Прибавить что-нибудь? ...купить парфюм, но я не успел. Но я думаю, что в следующий раз я это сделаю. Как это славно. Знаете, почему, Сергей, я уверена, вы в следующий раз это сделаете. Я даже знаю, какой парфюм. Я просто убеждена, что в следующий раз вы это сделаете, потому что мы хотим вам подарить вот такие пустые... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пустые флакончики. А это очень важно, если... Конечно, конечно. Правда? Потому что ведь вкусный, красивый, необычный запах должен находиться в уникальной бутылочке. Вот мы их для вас и заказали. АПЛОДИСМЕНТЫ И какой-то из этих флакончиков вы можете мне вернуть впоследствии. Я понял, да. Договорились. С вами парфюм, да. А вам, пожалуйста, дальнейших увлеченных экспериментов не только в творчестве на сцене, но и в творчестве добавлений, масел, эфиров и прочего. Спасибо большое, Юрий Павлович. Пожалуйста. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Они не побоялись быть собой. Смотрите завтра, 22 декабря, юбилейный выпуск. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...